Друзья, всем привет! С вами Никита Дилой и мы продолжаем рубиться на карте свапа Агра. Третий сезон у нас стартует и я, честно говоря, по ней уже соскучился. Правда, я уже все позабывал и все свои планы позабывал, поэтому будем рисовать их заново. С момента последней серии, да, кстати, в флайлистах, кому интересно, в описании есть первые два сезона, можете посмотреть. Так вот, с момента последней серии я тут немножко поиграл, позабивал все заводы, привел все в порядок, короче, навел красоту. И давайте, в общем-то, сами вспомним, кому-то расскажем, что у нас вообще тут есть уже. А перед началом просмотра этого видео хочу напомнить вам, что если вы хотите материально помочь каналу и получить за это интересные плюхи, то сделать это можно на сайте patreon.com, ссылочка есть в описании. Для тех, кому интересна статистика, то вот она. 300 часов уже здесь наиграно, кошмар. Выполнено задание 162. Да, какое-то время мы упарывались по этому делу, но ничего страшного. Вот, в общем-то, вся техника, которая у нас есть. Во-первых, наш любимый классовский комбайн с жаточкой топовой. Синокосилочка. У нас для перевезки бревен прицепчика для поддонов, для перевозки нефти есть прицепчик. Вторая жатка для класса. Две скани грузовых. Это у нас прицепчик для перевозки тюков, для контрактов, которые мы брали. Здесь у нас есть бочка для биогаза. И тут у нас все. Далее у нас идет большая удобрялка и посыпалка извести. Она у нас только для извести используется. Гигантская хреновина. Для водички бочка есть. Прицепчик для зерна. Для травы фуражной с подборчиком. Джесси бишка для транспортировок. Разумеется, вальтера. Вот этой хреновиной мы удобряем наши поля. Вот это у нас культиватор плуг. Ну, который, короче, заменяет вспашку, если что. Чизель-культиватор. Обычная сейлка. Валковая жатка. Сеноворошилка. Тюковщик с обмотчиком. Стоит у нас также на базе здесь вот такая хреновина для пополнения удобрений. Вроде у нас для семян еще где-то должна быть. Я, честно говоря, не помню. Найдем ее потом. И вот такая вот заправка у нас стоит. Здесь у нас топливо хранится. В общем-то, вот такая вот у нас база. Также на базе у нас рядом стоит ферментатор, который траву и сечку переделывает в силос. Он сейчас пустой. Все, что мы отсюда уже силос, короче, перевезли. Все у нас на биогазе работает. И да, здесь у нас еще стоит такая вот штука для перевозки этого всего дерьма. Прицеп и джоник. Здесь, кстати, надо будет новую технику покупать. Также, друзья, у нас здесь стоит три загона для лошадок. И если мне не изменяет память, то они вот-вот уже должны подоспеть. Да, в следующей серии мы их уже продадим тогда. Загоны все мы в прошлый раз заполнили. У нас тут все хорошо. Жачки им хватит на весь сезон, мне кажется. Хотя, ну, посмотрим. Короче, еда для них это вообще не проблема. Лошадки есть, денег приносят. Там автовыгул стоит, все дела, все хорошо. Далее, друзья, у нас есть одно поле. Поле большое. Состоит из двух полей. Седьмое и восьмое на карте. И здесь я засеял лаванду. Лаванда это хорошо. Лаванда это лавандовое масло. Я, кстати, потом увидел, что у нас, оказывается, мы ее один раз уже собирали. Я не помню, честно говоря, когда это было. Но, в общем-то, она у нас есть. Там 200 кубов, по-моему. Но ничего страшного, соберем еще раз. Лаванда лишней не бывает. И ее с этого поля, на самом деле, получится мало. От кубов 200, не больше. Это при условии, что поле полностью хорошо обслужено. И все с ним в порядке. В общем-то, поле у нас одно. И хотелось бы, чтобы их было два. Потому что далее у нас планы. Лавандовый завод. И, соответственно, на этом самом лавандовом заводе. Точнее, лавандовый завод. Завод эфирных масел называется. Ну, в общем-то, из лаванды делается там все. Хочется, чтобы он постоянно работал. Работает он быстро. Лаванды будет не хватать. Хочется одно поле под лаванду. Поэтому надо будет купить еще одно поле. А хочется-то не одно. Хочется большое. Ну, ладно, мы с этим разберемся. И далее, друзья, давайте посмотрим производство, которое у нас есть. Первое, самое важное, это биогаз. Остановлено. Да, сюда мы силоса завезли. Но он, в общем-то, весь уже заполнился. 500 кубов. Дегестата много. Дегестат надо будет уже вывозить. Но у нас пойдет на сельхозхимию в будущем. Короче, биогаза у нас в достатке. Тут все хорошо. Дед Макар нас не интересует. Завод ЖБИ. Завод ЖБИ это важная штука. Он, кстати, работает. И у нас уже дохрена бетона. Прям охренеть, как дохрена. Слушайте, мы можем заниматься стройками тогда. Его действительно много. Почти полностью забит. Ресурсов хватает. Производство кирпича. Кирпичей тоже дохрена. Это очень хорошие новости. Бетоны, кирпидоны у нас есть. Это замечательно. Далее, картонная фабрика. Тут тоже все хорошо. Ресурсов хватает. И, соответственно, этих упаковочных материалов тоже много. 216 кубов. Тоже работает замечательно. Слушайте. Карьер. Карьер у нас остановлен, потому что песок забился. Песок оттуда вывозить проблематично. Там Кросплей не работает. Ну ладно, мы что-нибудь придумаем. Ресурсы тоже есть. Гравий есть. Потому что гравия на этот самый, на ЖБИ надо было больше. Поэтому так получилось. Далее, компост мастер. Компост мастер это бабло. Он работает, работает медленно. Но работает. Короче, он забит. Пускай, пускай набивается. Далее, НПЗ. У нас идет нефтеперегонный завод. Переработку нефти на топливо я выключил. Потому что топливо у нас есть на нем 224 куба. Это сверх до хрена. Нам столько не надо. Мы немножко переработали. И далее мы делаем полимеры. Полимеры нужны будут. Пускай, в общем-то, они производятся. Они, в общем-то, производятся. Самое интересное, что как-то очень много нефти ушло. Я вроде полностью... Нет, я не полностью забивал. Настолько не было. Короче, я не помню в какой пропорции. И сколько я забивал. Но нефти, видимо, надо много. Соответственно, нефти у нас, скорее всего, до хрена. Скважины работают. И на каждой вышке по 400 кубов уже она собиралась. Короче, это геморрой будет это все дело вывозить. Но у нас для этого есть стримы. Поэтому на стримах будем всем этим говном заниматься. Болтать и заниматься всем этим дерьмом. Пилорама. Теперь, что самое главное. Пилорама. Брус у нас забит. Замечательно. Бревна тоже почти закончились. Биогаза до хрена. Но биогаза там немного требуется. Щипа есть, если что. Это тоже на картоновую фабрику она идет. Но вот то, что бруса до хрена, это прям хорошо. Мне это нравится. Я люблю, когда до хрена бруса. Сепаратор. Про сепаратор, друзья, я совсем забыл. На сельхозхимию, кстати, он нам понадобится. Туда очищенное зерно идет. А я в ближайшее время собирался на сельхозхимию. Ну ладно, мы это забьем как-нибудь, чем-нибудь. Не проблема. Силостная башня. Тут все понятно, все по нулям. Столярка 2 у нас производит поддоны. Она работает. Поддоны тоже есть. 324 штуки. Замечательно. Точнее, куба. Отлично. Поддонов тоже в достатке. Это меня радует. И последнее, это цементный завод. Известь мы не производим. Нахрен она не упала здесь. Производить это геморрой будет. А цемент производится. И, кстати, его тоже до хрена. И это замечательно. Йохо-хо, мы живем. Все у нас хорошо. И, в общем-то, друзья, тогда какие у нас планы на дальнейшее развитие. Ближайшее. Я хочу упороться в завод вот этот ZEM. Завод лавандового масла. Он стоит, чтобы вам не соврать, 780 тысяч денег. Мы можем его, в принципе, купить, а можем не покупать. Потом купим. Соответственно, вот такая вот хреновина. Завод эфирных масел. Сюда надо будет возить картон, ну, упаковку, поддоны, воду и лаванду. Если мне не изменяет память. Сейчас я пока не купил, я не могу это посмотреть. Или на вывеске могу. Короче, все эти ресурсы у нас есть. Мы, по сути дела, можем его запустить без проблем. Но хочется, чтобы он у нас работал постоянно. Он охренеть, сколько денег приносит. Что у нас тут? А, тут написано все. А, и биогаз еще сюда нужен. Но биогаз это тоже для нас не проблема. Поэтому, поэтому да. Лавандовое масло охренеть, сколько денег стоит. Ребята, всем советую вот как-то пытаться выйти сразу в эту хреновину. По крайней мере, в 17 ферме нас эта штука кормила, дай боже. Но для того, чтобы постоянно заниматься этой фигней, нам нужно еще одно поле. И вот тут мы уже сталкиваемся с проблемой. Поля на этой карте, как вы все знаете, дорогие. Я не знаю, что брать под лаванду. На самом деле, у нас в 17 ферме еще был вот этот вот участок. Вот эти три поля заняты под лаванду. Но видите, их цена 4,5 миллиона. Все это дело у нас будет стоить. У нас таких денег сейчас нет. И продавать-то особо-то и нечего. Вся произведенная продукция, которая у нас сейчас произвелась на данный момент, она не для продажи. Она будет использоваться как ресурсы на остальных производствах. Можно, в принципе, немножко повременить с лавандой. И упереться в какой-нибудь пивзавод. С этим будет попроще немножко. Но его нужно будет строить. Но строить мы его можем. У нас для строительства ресурсы уже есть. Кстати, фруктовый сад неплохо было бы. Блин, уже всего-то все так хочется. Все открыто. Все хочется делать. Можем все строить. И это здорово. Но, кстати, для пивзавода Бандарни не открыто. Короче, я в раздумьях, что делать. Но для начала, друзья, надо убрать лаванду. И надо заняться травкой. А для этого нам надо купить, кстати, комбайн. У нас его нет. И на выбор у нас, в принципе, есть 4, даже 5 штук. Но классовские я не хочу. У нас есть классовский комбайн. Поэтому выбор между Биг Икс и Нью Холланд. И они вообще, по сути дела, это одинаковые. У Кроновского больше мощей. Ну и, соответственно, он будет больше топляка жрать, теоретически. Жатки одинаковые. Убега по 9 метров. Ладно, давайте Крон. Раз тут мы мажорим мощи и все такое, значит, будет Крон. Пофигу. Поставим на него, на всякий случай, длинную трубу. Не знаю зачем, но поставим. И, соответственно, покупаем эту штуку. И берем, соответственно, ему жатку, которая идет к нему в комплекте. Есть. Готово. Красавец. Крон. Замечательная хреновина. В общем-то, перегоняем его на базу. Вообще не перегоняем на базу, а сразу же запускаем все это дело в работу. Соответственно, он зеленый джоник, пускай катается, возит лаванду. Как вы видите, в левом верхнем углу ее не особо много собирается. Работают они тоже, в принципе, не самым быстрым образом, но потихоньку, в общем-то, собирают. Ну и заодно, друзья, сразу же запускаем косить травку. Здесь у нас работает, соответственно, косилочка. Косит вот такие вот волки у нас. Полянка вот эта выкуплена. Косит ее, соответственно. И сзади Вальтера все это дело собирает, возит на базу. Работают они в тандеме довольно-таки хорошо. Уже проверенная связка, если можно ее назвать связкой, конечно. Потом эта трава будет возиться на ферментатор. Будет перерабатываться он там в силос. Потом этот силос будет возиться на биогаз, перерабатываться, соответственно, в биогаз. А мы тогда возвращаемся к нашим баранам. Точнее, не знаю, почему баранам, но ладно. Соответственно, наше производство. Сейчас нас интересует завод эфирных масел. Я думаю, что надо его покупать. И, соответственно, запускать. Пока сколько есть у нас будет, сколько будет этой лаванды. Мы ее сюда все отвезем. Давайте туда зайдем. Посмотрим, что вообще по ресурсам он требует. Мы уже посмотрели, что требует. А вот вопрос, сколько, это уже вопрос серьезный. Соответственно, нужна лаванда. Сюда вмещается миллион. У нас ее столько в помине ближайшее время не будет. Это поверьте. Я вообще сомневаюсь, что когда-нибудь у нас будет столько лаванды, чтобы ее сюда всю запихать. И еще осталось. Соответственно, нужно 100 кубов биогаза. Это не проблема. Нужно 100 кубов поддонов, 100 кубов упаковки, 500 кубов воды. Много всего надо. И это не проблема. Соответственно, давайте тогда начинать все это дело возить. У нас есть замечательное скание для этого. Наша задача сейчас запустить завод. Все вы знаете, как я это обычно делаю. А на стриме мы его уже забьем под завязку прям полностью. Чтоб там было прям до хрена всего. Начнем мы, друзья, именно с лаванды. Не знаю откуда, не помню точнее. Хоть убейте. Но у нас ее 200 кубов есть. Поэтому один прицепчик мы отвозим ее сразу же. Хорошо, что у нас есть вообще мосты. Мы уже здесь их построили. И можно это сделать довольно быстро. Такс, первую партию мы привезли. Точнее, какую партию? Первый прицепчик лаванды. Соответственно, его высыпаем. У нас пошло заполнение. В общем-то, это все дело у нас и есть. Опять-таки, на стриме продолжим. Изобьем его полностью все, что у нас есть. Второе, друзья, что нам нужно, это биогаз. Не знаю, зачем он там используется. Ну, в принципе, он везде почти нужен. Это у нас такое универсальное топливо. Оставим все это дело заполняться. И оно, кстати, зашуршало сразу производство этого самого биогаза. Потому что сырье было, а эта бочка заполнена была. В общем-то, еще намного хватит. Я думаю, друзья, что у нас сейчас пойдут излишки силоса, скорее всего. И мы же его продавать-то здесь можем. В чем проблема? Мы его и будем продавать. Или же будем эту траву косить и тюковать. Соответственно, продавать тюки. У нас есть специальный и тюковщик, и прицепчик с автоподбором. Для этих самых круглых тюков по курсплавию прекрасно работает. Так что бабло можно будет на этой траве, в принципе, поднимать неплохое. Что у нас тут? Да, почти заполнилось. В общем-то, повезли мы все это дело на наш новый заводик. Так, куда тут его выгружать-то, этот самый биогаз? Раньше, по-моему, кстати, не надо было его сюда. Так, тут у нас вода. Вода. Тут у нас поддонный картон. Про биогаз вообще ни слова не вижу. Раньше, по-моему, этого не было. Точно не помню. Да, вон они эти бочки. Хорошо, выгрузим сюда. Не проблема. Да. Погнала. Погнала, да. Выгружается, кстати, намного быстрее, чем загружается. Сейчас нам нужно привезти воду. Кстати, в этой бочке воду можно перевозить. Скажу вам по секрету. Вопрос, где ее взять поблизости. Такого прям хорошего места здесь поблизости-то и нету. Жаль, жаль, жаль. С водичкой, в общем-то, у нас тоже все в порядке. Пришлось, правда, смотаться к речке, чтобы ее там загрузить. Но ничего страшного. Не знаю, как она потом будет с курсплеем с реки работать. У меня, честно говоря, все время с этим геморрой какой-то возникал. Ну, потом увидим. Потом попробуем. В общем-то, вода есть. Давайте, наверное, этого пацана даже здесь оставим. Пускай здесь стоит. Потому что у нас есть еще одна сканья. И нам осталось привезти туда картон и поддоны. Делать мы это будем с помощью нашей платформы. Я думаю, что мы это делать будем сейчас за один заход. Туда надо по 100 кубов и того и другого. То есть, по 50 поддонов и того и другого влазит. Но мы же с вами не психи, чтобы полностью столько сразу везти. Два раза. Поэтому пол прицепа у нас картона будет. Пол прицепа будет поддонов. Нормально, я думаю. И начнем мы именно с картоновой фабрики. Потому что она ближе, что ли. Хотя это не очень логично. Ну и ладно. Так, соответственно, где у нас вообще здесь это все дело появляется? Наверное, вот здесь. Всего 220 кубов есть. Я бы не сказал, что это, кстати, прям много. Я в начале серии говорил, что это дохрена. Но на самом деле, не очень дохрена. Ну, создаем, в общем-то, первые 5. Можно было, наверное, даже 6. Но я там стоял в том месте. Че у нас автоподбор работает? Все замечательно. Всего 20 штук у нас влазит на прицеп. Поэтому 10 таких, 10 таких мы сейчас отвезем. Вот так вот загружаем. Видимо, нет. Только ручками. Ну и ладно. Я птица не гордая. Соответственно, создаем еще 5 штук. Не? 4? Ну и ладно. Создаем 4 и создаем еще 1. Так вот. Хоп. И второй. Хоп. И да. 10 штук их лежит. Соответственно, поехали 10 еще поддонов возьмем. Поддоны точно есть. Мы в начале серии это проверяли. Такс. Ну-ка посмотрим, что у нас тут да как. Ну, тут немножко побольше. У нас всего добра. Соответственно, давай максимум 6 создаем. Где они тут появляются? Вот они. И подъезжаем. Все это дело загружаем. Вот так вот. Соответственно, еще 4 штуки надо. Создать 4 поддона. Отлично. Садимся в машинку. Забираем их. Вот так вот. Готово. Ну и все это добро теперь везем на наш новенький завод. И запускаем его соответственно. А эти пацаны, кстати, вон работают. И все у них хорошо. Потихоньку убирают. Вокруг уже проехали. Лепота. Все работает. Он, кстати, съездил, по-моему, один раз всего разгрузиться. За всю эту уборку. Сейчас у него вот пол прицепа чуть меньше. Второго. Маловато лаванда, конечно. Маловато. Получается, увы. Но она падла ей дорогая. Вон лавандовое масло с нее можно делать. Оно дорогущее. Ну что же, здрасте еще раз. А мы вам тут привезли поддончиков и картона. Погнали, короче, его выгружать. Я надеюсь, тут особых проблем с этим не будет. Поддоны пошли выгружаться. Картон вообще моментом. Давайте начнем с картона. Сейчас подъедем и поддоны тоже выгрузим. Они как-то медленнее выгружаются. Поддоны. Ну и ладно. Ничего страшного. Теперь осталось картон. Но тут мешает сама сканья. Поэтому надо вот так вот отъехать. И он выгружает. Все нормально становится. Отлично. В общем-то, эта вся фигня у нас загудела. Все работает, все гудит. Соответственно, производство относительно медленное. Ну, относительно остальных предприятий, которые на этой карте есть. Если, конечно, сравнивать с этой самой. С зеленой долиной какой-нибудь. То здесь капец, как быстро все производится. 2000 литров в час. Но потребление тут тоже большое. Склад не очень большой. 200 кубов. Но ничего страшного. Я сомневаюсь, что мы будем его забивать часто. Хотя, посмотрим. В общем-то, друзья, на этом я серию закончил. На днях проведем с вами стримец. На котором забьем этот завод. Посмотрим остальные заводы. Тоже позабиваем, где что надо. Так что, чтобы не пропустить его, подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик. Можете вступить в группу ВКонтакте или на сервер в Дискорде, чтобы не пропустить уведомления о стриме. Там заранее анонсы все проходят. Не забывайте, конечно же, про лайки и пишите комментарии. Чем больше комментариев и лайков, тем лучше. Поверьте мне на слово. Всем, в общем-то, друзья, огромное спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилэй. И всем всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok